Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Может ли частое причащение нанести вред душе? Если готовился человек, если и стремился, если и живет по-христиански, но, тем не менее, вчера причащался и вот сегодня пришел, и некоторые священники говорят, вы вчера причащались, я вас не причащу, это слишком часто, а ему возражает такой прихожанин батюшки, если бы я вчера что-нибудь ужасное сотворил, то незаконно ли бы было ваше отчуждение меня от чаши жизни, но в чем же грех, если не в тот же день, когда я причастился, но на следующий день прихожу я с той же жаждой духовной единения, со сказавшим, кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот жизнь имеет вечно, я воскрешу его в последний день, и призывает меня, он, вашими устами, примите и едите, сия есть тело мое, пейте от нее, вси, сия есть кровь моя, со страхом Божиим и верой приступите, как же я и сегодня не отвечу на этот призыв, если живу по-христиански, готовился к причастию, участвовал в богослужении, и это недоумение будет вполне законным. Всякая литургия имеет своей целью причащение ее участников, не просто слушание, не просто молитва за божественную литургию, а именно причащение, не случайно в древние времена после возгласа оглашенной из едите в храме оставались только те, кто причащается святых христовых тайн. Есть чудная книга святогорцев, один из которых преподобный Никодим, называется «Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении святых христовых тайн». Она часто переиздавалась уже в наше время, и в ней собраны все основные свидетельства священного предания и писания о том, что именно как дело ежедневное установлена божественная литургия самим Господом, потому и приступать к ней христианину можно по определению святейшего патриарха Кирилла. Причащаться нужно столь часто, сколько в этом возникает у христианина потребность, разумеется, подтвержденная и соответствующими усилиями, которые мы называем приуготовлением к причащению, прежде всего, христианским образом жизни, во-вторых, молитвенным приуготовлением, участием по возможности в богослужебном суточном круге и по традиции русской церкви причащаемся натощак и поисповедавшись в своих согрешениях. Если человек страдает самомнением, и для него частые причастия являются не потребностью его кающейся и благоговейной, стремящейся к Господу души, а средством самоутверждения, то, конечно, не только литургии, но и любая молитва, который может понудить, лоб расшибить, может оказаться во вред человеку, потому, разумеется, для благоразумного духовника заметно, какими потребностями движется желающий причащаться часто и насколько в здоровом состоянии находится его душа. А здоровым состоянием мы называем сознание своего нездоровья, а готовым состоянием мы считаем сознание своего недостоинства. И именно в благоговейном хранении, благодати, причащении проявляется подлинное призвание к частому причащению. Человек чувствует, как исполняются на нем слова преподобного Серафима Саровского, что причастник святых христовых тайн с каждым причастием просветляется, просветляется, совсем просветится и спасется. Но если сопровождает это учащенное причастие раздражительность и гнев, неприязнь к ближним, чувство самости, торжествующий какой-то гонор в человеке, все более проявляющийся, а не угасающий, то это явный признак того, что устремление к частому причащению воспринято как нездоровое внешнее средство самоцена, его завышение. И тогда миссия священника, принимающего исповедь перед каждым причащением, дать разрядочку, время для покаяния, для осознания своей немощи такому и регламентировать причастие одним разом в неделю, в две недели. Так поступали и многие лаврские духовники, которые призывали не редко причащаться, не допускать перерывов больше, чем две-три недели. Но, строго говоря, это запрещают и апостольские правила, которые провозглашают конкретно еще с I века, что три воскресных дня непричащавшийся христианин сам себя отлучает от благодати Божией. Поэтому эти границы редкости обозначают многие священники не реже раза в две-три недели, никак не реже. А вот то, что касается большего усердия, то непременно при условии большего смирения и большего покаянного ко Господу обращения и большей решимости жертвенно послужить Господу во все оставшиеся дни жизни своей.